Музыка Наша цель спланировать сад, который будет радовать нас и наших близких. А радует сад, удобный и за которым не нужно много ухаживать. С чего же начать делать план такого сада? Начните с анализа ситуации на участке и за участком. Почему? Об этом поговорим сегодня. Здравствуйте! С вами Наталья Мехкова, ландшафтный дизайнер и автор проекта «Сад по-новому». Сегодня я расскажу о первом шаге планирования сада. Итак, что нужно знать об участке и зачем эта информация нужна? Ваш участок существует не сам по себе, а расположен в определенной части земного шара. Это значит, что количество влаги и тепла, которые попадают на участок, неизменно. Все, что будет в саду, вы, растения, постройки подвергает воздействию тепла и влаги, то есть воздействию климата вашей местности. Надеетесь перехитрить природу? Предлагаю не хитрить, а учитывать. Когда вы смотрите на красивые картинки и мечтаете о саде, спросите себя, как будут чувствовать растения в условиях вашего участка в таком количестве тепла и влаги, что на него попадает. Скажите, я полью летом и укрой зимой? Вы же хотите иметь сад, который растет самостоятельно? Значит, первая задача – определить и учитывать климат, чтобы потом подобрать растения, которые будут легко расти в этих условиях. Вы знали, что сад на 80% должен состоять из растений, которые легко переносят климат? А нужно не знать, а покупать. Покупать именно эти растения в садовых магазинах для экспериментов сажать остальные 20. Главное, чтобы не наоборот. Что еще влияет на выбор растений и медпосадки? Это микроклимат. Откуда он возникает и почему его важно учитывать? Как только вы поставили дом, раз возникает тень. Чем больше построек, тем больше тени на участке. Тени от построек пересекаются, движутся вслед за солнцем. Возникают места, где больше солнца и такие, куда оно вообще не попадает. В таких местах меняется и количество влаги. Посмотрите на типичный участок с домом, с опором и баней. Он пятнистый, как шкура жирафа. Возможно, вы этого не чувствуете, но растения точно ощущают и солнце, и тень, и сухость, и перевлажнение. Поэтому сначала нужно выявить места на участке, где солнце целый день, тени пересекаются, возникает застой влаги или очень сухо. Кроме того, на микроклимат влияет рельеф участка, тип почвы, что у вас, глина, суглинок или песок, и уровень грунтовых вод. Это нужно знать до начала планирования, иначе растения, да и вам, не будет покоя и удобства в саду. А уж красоты вы не дождетесь тем более. Ведь растение проявляет себя во всей красении, когда мы ухаживаем за ними постоянно, а когда оно растет в саду, в тех же условиях, что в природе. Потому вторая задача состоит в том, чтобы определить места на участке с разными условиями солнца и влаги, то есть с разным микроклиматом. А потом уже делом техники будет выбрать растение, которым такие условия понравятся. Теперь заглянем на участок. Третья задача – найти, что вам нравится за забором, а что нет. Нравится может красивый вид за забором. Его нужно сохранить и сделать так, чтобы он стал частью вашего участка. Это может быть не только вид на окрестные поля, но и красивое дерево у соседа, красивая постройка. Того, что не нравится, может быть больше. Покосившийся сарайчик соседа, столб линий электропередач, высокий соседний дом, заметный с места отдыха, а также шум, пыль от дороги и ветер с полей. Вас удивит, но наличие этих неприятностей определяет места для посадок растений. Да, это совсем не повод для расстройства. Это повод для приложения правил приема планирования. Чем больше таких ограничений, тем интереснее задача. Как использовать полученную информацию, поговорим в следующих роликах. А сейчас подведем итоги. Первый шаг планирования красивого сада стоит в том, чтобы понять, какой климат местности, какой микроклимат внутри участка, что красивого и некрасивого есть на участке и за участком. Знайте эту информацию, это первая отправная точка для планирования сада. Сада, где вы будете отдыхать, а не работать. Ведь за таким садом будет ухаживать сама природа. На сегодня это все. В следующем видео поговорим о втором шаге планирования. С вами была Наталья Мехкова, автор проекта Сад по-новому. Подписывайтесь на канал и не пропускайте наши новые видео.